Задержание Мухтара Аблязова сейчас тема номер один в Казнете. Эксперты и просто юзеры выкладывают свои прогнозы относительно судьбы политика. Среди прочих, бывший сотрудник посольства Казахстана во Франции Казбек Бесибаев. Ему кажется, сам Бог велел откомментировать эту историю. Франция это вообще считается первой страной демократией. Естественно, будет учтен негативный итальянский опыт. И в деле Аблязова будут соблюдены все нормы, все процедуры. То есть это дело примет там соответствующий резонанс, и она будет рассматриваться как положено. Но надо сказать опять, что в Европе, во Франции, в частности, суд независим, поэтому будет приниматься решение суда. Активный сетевой автор политик Амиржан Касанов – человек, который на себе не раз испытал понятие «казахстанское правосудие». Его взгляд – взгляд практика. Мы проходили через казахстанские суды с политической подоплекой. И Аблязов может стать очередной жертвой. И в этом ключе, конечно, нужно всем нам проявить сильную беспокойность и тревогу за вообще жизнь и здоровье Мухтара Аблязова в случае, если он будет передан российским, украинским или казахстанским правоохранительным органам. Потому что все мы понимаем, насколько близки авторитарные режимы в России и Казахстане. Правозащитник Евгений Жовтис только что прилетел из Москвы. И последние новости из Франции – это то, что его интересует. Вот его юридические выкладки. Мой главный аргумент – в сложившейся политической ситуации, в сложившейся состоянии правосудия в Казахстане, мое мнение, ему не будет обеспечен справедливый судебный процесс, что является бесспорным основанием для невыдачи. Некогда соратник Мухтара Аблязова по движению «Демократический выбор Казахстана» Петр Своек, несмотря на серьезные разногласия, тоже поделился своим мнением. Мухтар Аблязов – конкретный личный враг президента Казахстана. Это есть. А то, что он враг народа, враг страны, нести, скажем, правду о власти – это значит вредить народу и стране. Ну, каким-то понтам вредить, а вообще объективно необходимому стране историческому прогрессу – это только помогать. Если самых талантливых казахстанцев будут сажать в тюрьмы, там, французские или украинские или казахские, от этого хорошо не будет никому. Это первое впечатление и заключение казахстанских экспертов и политических деятелей на событие, которое вчера произошло на юге Франции. Пока бесспорно одно – на сегодня дело об экстрадиции Мухтара Аблязова – главное внутриполитическое событие лета.